Среди дополнительных сведений к данному уроку также описано так называемое причастие будущего времени. Это очень редкая категория, в Новом Завете их всего 12 штук, поэтому вы с ними будете редко-редко-редко сталкиваться. Но раз они есть, вот чуть-чуть они в учебнике упомянуты, правда упомянуты просто списком греческих текстов, где эти причастия встречаются без каких-то дальнейших пояснений. Ну и если вы посмотрели на все это, у вас это немного озадачило, давайте я все-таки пару слов поясню по поводу того, как они выглядят и что с ними делать. Ну, во-первых, по поводу образования и их форм. Процесс достаточно простой. Берется основа будущего времени, добавляется образующая времени будущего времени сигма, и добавляется соединительное гласное, причастное суффикс и падежное окончание. Такие же, как и в настоящем времени. По этой причине, вот, мне очень сложно эти формы узнать. Ну, давайте на конкретных примерах глянем. Ну, давайте посмотрим сначала первое предложение. Вот Фейд 27-49. Другие же говорили, постой, давайте посмотрим, придет ли Илья, и теперь причастие. Со-сон, аутон. Со, ну, знакомый уже нам корень для со-взо. Вы помните, что со-взо во многих временах дз, д, д, д теряет и остается просто со. Поэтому со, от со-взо, теперь эс, образующая будущего времени, которое, собственно, эту дельту и съела в виде д-с, просто дает с, поэтому со-д превратилась в со-с. И теперь окончание он. Окончание он, да, это вот стандартное причастие, нам знакомое и по настоящему времени, и по второму ауристу, но здесь причастие будущего времени, вот, придет ли Илья, да, и потом вот, спасая его, но в будущем времени, поэтому проще перевести, вот, инфинитив, придет ли Илья, спасти его. Пример из Луки 22, 49. Кстати, идонтес, мы с вами уже обсуждали этот корень ид. Помните, это как раз в прошедшее время от Харал, когда-то был вид, отсюда видео. Ну и вот, идейду, вот смотри, вот это все помогает вам запомнить ид, здесь видя, ну, здесь нормальное, аорисное причастие, основа ид, онтес, здесь нет никакой са, потому что это второй аорист, основа изменилась, харау, но эйдон, и здесь идонтес. Видя же, те, которые вокруг него, то эсоменон, эсоменон, это причастие будущего времени от глагола эйми. Помните, форма эйми в будущем времени, это эс плюс среднее окончание, здесь тоже здесь средняя форма, потом эс, и суффикс среднего залога мэн, он, видишь же, те, которые вокруг него, приходящее, будущее, к чему все идет, но в виде будущего, то, к чему все идет, сказали, господи, не ударит ли нам мечом. Вот какого-то такого заранее рецепта перевода причастия будущего времени нет, вы просто должны понять логику, тут какое-то действие, относящиеся к будущему, здесь вот видите, оно, собственно, антивирное, как вот, видя будущее, то есть, видя, к чему идет, вот они сказали. Ну и давайте теперь Иоанна 6, 64, мы с вами, кстати, уже сталкивались с этим текстом, но мы другое причастие в нем смотрели до этого. Ибо знал от начала Иисус, да кто, ну там есть, не верующий, ну или кто не верит, да, то есть, то есть, то есть, мы обсуждали причастие верующий, и кто есть, хо парадосон ауту. Парадосон это форма будущего времени от глагола парадидами, ну это глагол нами, у него есть некоторые свои особенности, но у него корень до, пара, приставка, до корень, с образующая будущего времени, и он стандартный суффикс. Сейчас глагол обозначает предавать, и кто будет предающим его, ну или то есть, и кто предаст его. Ну и так далее. В общем-то, с причастием будущего времени можно справиться, если вот помнить, сигма плюс вот это стандартное окончание, они вот этой модели нормально, последовательно, хорошо следуют. Другие формы вы можете посмотреть сами и убедиться, что, да, конечно, трудновато немного, но можно разобраться с формой будущего времени. К тому же они редкие. А на практике, если вы вдруг наткнулись на какую-то форму, и вот не можете точно понять, что это за форма, да, вот вы увидели какую-то там лишнюю сигму вместо са и так далее, вы смотрите, забыли о существовании причастий будущего времени, то есть, если вы не можете вполне себе объяснить форму, пусть это случайно будет форма будущего времени, которую вы там вспомнили, на которую вы наткнулись через год и подзабыли этот материал, ну что ж, посмотрите какой-то справочник, компьютерную программу, узнайте, что это за форма, и скажите, ах, да, вот я вспомнил, но потом вы к этим формам тоже привыкнете. Я уже говорил, что я, с одной стороны, как-то не рекомендую пользоваться вот такими вспомогательными вещами, и на этапе учебы, конечно, нужно вот работать прежде с текстом, желательно без облегчающих слишком в жизни подсказок, но все-таки мы не изучаем текст ради текста, мы изучаем текст для толкования слова Божьего, где даже важна точность, и где, если у вас есть сомнения, убедитесь, что во всех формах вы правильно разобрались, чем просто из неправильно понятой формы выводить какое-то неверное толкование. Продолжение следует...